Ну, мы начинаем. Внимание, внимание. Говорит и показывает Чикаго. Сегодня, 18 сентября 2010 года, все жители города Чикаго отмечают прекрасную дату, день рождения Михаила Лещинского. А почему я вас попрошу всех встать и встретить аплодисментами Михаила Лещинского и его обаятельную супругу Элу. Громче аплодисменты! Мазумов! 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 Борис! Присаживайтесь, уважаемые гости, спасибо за ваши аплодисменты, за ваши улыбки. Друзья, браво первого поздравления, а вы знаете, первое поздравление предоставляется человеку, который по праву это заслужил. И вот сейчас я предоставляю это первое слово, поздравить нашего юбиляра, тетю. И непростую тетю, тетя, которая приехала из Нью-Джерси, все экономические расходы Миша оплачивает переводом. Итак, тетя Нора, вам звучат вот эти аплодисменты и вам аплодирует весь зал. Женка говорит, он же гости, а ты все жартуешь. А он, ты нехай побачить, как ты меня годуешь. О, так ты все и трусы снял, достался от хаты, нехай гости побачат, за что ж тебя гладуатый. Для тех, кто не понял, я могу перевести. Вместе я спрашиваю у мужа, скажите, Павел Петрович, вы прожили 50 лет со своей супругой, вам хоть раз хотелось развестись? Он говорит, нет. Ни разу, ни разу. Ни разу, ни разу, говорит, убить хотелось. Развестись, нет. А вот я вам сейчас расскажу, как в Киеве сейчас выбирает себе мужчина. Я уже, по-моему, рассказывал. Ну, вы сверите свои пожелания. Мужчин в Киеве на Подоле выбирает, как в торговле. Вы это знаете. По росту. Первый, второй, третий, четвертый. Причем высокие мужчины в хозяйстве нерентабельны. Маленький муж. Очень удобен в эксплуатации. Добрый вечер. С маленьким мужем, во-первых, маленький муж, ему не надо шить дорогие наряды. Ему с одной юбки можно шить две массы кепки. Средние мужчины. Такие же, как маленькие, но едят они, как большие. Мужа еще можно выбирать по цвету глаз. Глаза. Это зеркало души мужчины. Глаза у мужчин бывают серые, карие, зеленые, точно мутные и нахайпе. Мужчин можно выбирать по цвету волос. Волосы. Это характер мужчины. Блондины. Есть? Блондины. Скромные, доверчивые, по-детски наивные. Всю зарплату отдает жене до копейки. И так же спокойно ее уносят. Рыжий ядер. У нас, слава Богу, нет. Рыжий, нахальный, расточительный, и злый. Нет, 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 Гариша, ты не рыви. С рыжим, с голодным не ругайся. Сначала накорми, потом ругайся. В противном случае, может озвереть. Брюнеты. Ну, брюнет у нас есть. Вот, Павел, что у нас брюнет. Один брюнет, второй. Муж брюнет страстный. Темпераментный. Страшно ревнивый. За подозрив жену измени ругается. Бьет посуду. Кричит, что убьет ее. Павлуша, и себя. Только не знает, с кого начать. Ну, и, наконец, светлые, или, как их точно, или, как их в Киеве, в Одессе, называют, лысые. Вы зря смеетесь. Лысый муж, это в доме находка. Во-первых, с лысым мужем дома всегда светло. Раз. У лысого все написано на лбу. Ежели лысина спереди, это отуба. Ежели лысина сзади, гуляет. Ну, а вот меня спрашивают, доктор, а ежели спереди и сзади гуляет, но с умом. Будьте осторожны, дорогие женщины. Я потом расскажу, как выбирать, как выбирать на Украине еще женщин. Но это все будет потом. Продолжение следует...